Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе мы сегодня свяжем очень известную, очень древнюю мушку прототипом, даже каталожным вариантом. Это есть Patridge & Orange, а мы с вами ее изготовим в салатно-зеленых таким. Будет Patridge & Green. Крючок я взял фирмы Strike. Но желательно, конечно, вязать на крючках, начиная от 12 номера, потому что эта мушка хорошо работает по окуню, не только по красноперке и плотве. В данный момент я поставил крючок номер 18. Если вы хотите, допустим, использовать другой крючок, по такому типу подходит Timka 200R. Также можете подобрать номер по величине своего пера или для своей рыбалки. В оригинале, так как изготавливается эта мушка, значит, она не подгруживается. Но учитывая то, что я буду ловить в определенной толще воды, я ее слегка подгрузил свинцом. Именно ту часть, где у меня находится грудка. Теперь тело. Можно изготавливать ее практически любым цветом. Материал, вот имеется, очень хороший, это не реклама, вот такой материал разных цветов. Он флуоресцентный и очень хорошо работает. Если в наличии у вас нет, можно взять обыкновенную вот такую оранжевую нить, из нее изготовить оранж. Нет такой нити. Я обычно всегда использую, вот я вам показывал уже неоднократно, это была такого цвета, травы канареечного цвета ближе. Тесьма. Флоресцент, да, хорошая тесьма. И теперь мне остается только лишь вот из этой распущенной тесьмы взять 2-3, сколько мне необходимо прядей, для того, чтобы изготовить наше тело. Давайте подготовим. Я взял, ну, порядка 3-4 прядей из распущенной тесьмы под толщину своего тела. И теперь, я учитывая то, что я не смогу подобрать под цвет своей нитки подложку, я использую обыкновенную белую ровницу, для того, чтобы при намокании не проявлялось мое тело. И теперь нам необходимо с вами подровнять тело и приблизительно до окончания свинца изготовить тело из нашей ниточки. Давайте изготовим. Мы изготовили вот такое тело, как вам видно. Достаточно симпатичное, коническое тело и хорошо огружено. Я это уже, как говорится, не обязательно, потому что в оригинале она несколько, без всяких вот таких воротничков, я закрепил перо павлина. И нам теперь понадобится с вами вот такое перышко куропатки. Можно использовать практически так, как я изготавливал. Можно использовать вот и у меня имеется перышко японской перепелки, куропатку. Если найдете перышко цесарки, это уже не принципиально. Главное, чтобы сами по себе бородки, величина их, подходила нам по размеру нашего крючка. Закрепим сразу перо. Нить, естественно, я поменял на черную. И теперь нам необходимо, друзья, буквально перед пером выполнить пару оборотов, произвести намотку пером и головку, возле головки точно так же изготовить обмоточку этим же пером павлина. Пару оборотов пера куропатки будет вполне достаточно. Давайте изготовим. Вот, друзья мои, мы с вами изготовили мушку, как я ее называю, пятиминутка. В таком варианте она хорошо работает практически по любой белой рыбе. Цвет еще очень хорош. Цвет оранжевый, серый, коричневый. И, естественно, черный, в зависимости от того, какая освещенность на водоеме. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!